Тренер команды «Родинэйм» Соколинский Филипп Александрович. Филипп Александрович, ваше резюме по сегодняшней встрече? Ну, сегодняшняя встреча так сложилась, проявили характер в конце, забили гол, сравняли. Но по игре я был доволен сегодня ребятами, помимо самоотдачи, было хорошее содержание. Нам так противостояла достаточно опытная команда со взрослыми футболистами, относительно нас. И хороший темп они дали нам, и прессинговали. И первые 10 минут тяжело нам было выйти, так скажем, из обороны. Но адаптировались, и не стали ничего упрощать, как это было в игре с «Динамо». Адаптировались, начали контролировать, и разбивали прессинг хорошими выходами от крайних наших алтералей, от опорного полузащитника. Поэтому я сегодня доволен нашей командой. Мы сделали, наверное, все возможное. Ну, чуть-чуть не хватило. Ошибка опять привела к нашему пропущенному голу. Вот ненужное, так скажем, себе гол привезли. Но так как мы сегодня обвели единоборство, подбирали мяч, вот в этих вещах мы иногда уступаем соперникам. Сегодня ребята были молодцы. Можно ли сказать уже о некой сыгранности? Потому что ребята прибавляют, и видно, что даже против опытного соперника территориальным преимуществом владели мы. Ну, от игры к игре они точно прибавляют, да. Несмотря на то, что у нас сегодня отсутствовали ряд футболистов, да. И там по травмам разные моменты были. Сегодня дебютировал в составе у нас наш новый футболист. И очень здорово это Коль Придава, который сыграл там не в своей, может быть, позиции. Да, но сегодня выглядел очень достойно. Да и никого нельзя сказать, что кто-то там плохо сегодня играл или не отдавался игре. Вот, сыгранность она приходит, да. С хорошим результатом точно она приходит. Но одно очко нас сегодня точно не устроило. Можно ли сказать то, что ребята уже, скажем так, сконцентрированы до финального свистка, потому что забили в добавленное время, а в прошлой игре мы пропустили в добавленное? Ну, и мы пропустили тоже в концовке, там на 75-й минуте, да, где махнули мимо мяча, хотели сыграть понадежнее, наверное, но махнули. Тоже потеряли концентрацию в этом эпизоде, наверное. Вот, хотя до конца игры у нас все, в принципе, было достаточно надежно в обороне. В их стандарте были опасные ауты сумасшедшие, которые бросали там в нашу вратарскую, да. Мы знали, готовились к этому. Ну, вот, плюс у нас Ромка Тарасов сегодня сыграл хороший матч. Пару эпизодов таких сейвов сделал, прям молодчик. Вот, и еще раз, претензий никому нет, наверное, больше славы и благодарности пацанам за эту игру. Следующий матч у нас выездной, вновь в Питер. Полюбилась ли вам Северная столица? Ну, да, нам всегда нравится, с удовольствием едем всегда в Питер. В том году у нас было там шесть игр, сейчас уже достаточно большое количество игр, уже не вспомнишь сколько. И самое главное, что нам противостоит, это очень хороший соперник, обученные ребята, обученная команда с хорошим тренером. Вот, поэтому игра с Питером так будет, ждем ее с нетерпением, а я думаю, что будет очень интересной. Так получается, что наша команда играет сериями, то есть сначала поражения, потом победы, поражения, ничьи. Настроены на победную серию уже на финиш чемпионата. Потому что мы всегда настроены на победу, да, и ребята, даже заходя в раздевалку, были расстроены тому, что сыграли в ничью, хотя вроде как забили на 90-м минуте, но их это не удовлетворило. Это тоже важно, что внутри у них есть уже такой стержень, хочется выигрывать. Помимо того, что мы показываем хорошую игру, да, интересную, яркую, атакующую, там, да, хочется и результата. Уже такой момент настал, где надо показывать, не то, что надо показывать, да, хочется, хочется добиться хорошего результата. Вот, поэтому серия с побед, ну, будет здорово. Нет, не будет этой серии, но будем работать над тем, чтобы побеждать. Поэтому сейчас у нас вторая ничья, и не хотелось бы эту продлевать трехматчевую серию, да, из тех, которые, победа, поражения, ничьи. Хотелось бы выиграть в следующей игре. Все сделаем для этого.